В наше время живем в такие времена, когда мы не готовы жить по законам Всевышнего Аллаха Панатали. То есть наше положение показывает на это. Самый простой вопрос, Барак Луфикум, ты, допустим, являешься госработником. Вот представь, что ты живешь вот на сегодняшний день. Просто вот представь, что ты живешь сегодня в исламском государстве, где правитель такой, как, допустим, Абу Бакр, Аль, Умар, Усман Али, условно. И он тебе говорит, чтобы ты приходил в 8 утра и работал, допустим, до 6 вечера. И что обеденный перерыв только с часу до 2. И вот, Барак Луфикум, готовы ли мы сегодня с точностью в 8 ровно приходить, ровно до часу не вставать со своего рабочего места, потом час, ровно час, не больше обедать, и так далее, потом с 2 до 6. Нет, Валаги. Точно так же, Барак Луфикум, готов ли ты не пользоваться своим служебным положением, выполнение тех или иных своих нужд или нужд своих родственников? Барак Луфикум, брат, ты же там работаешь, у тебя же там знакомые, и так далее, и так подобное. То, что является Барак Луфикум запрет на пророк, салаллаху, алейхи вассалям, сказал, подарки, то есть людям, которые пользуются своим служебным положением, приравнивается ворованным трофеем. То есть, готов ли ты не брать ничего с этой работы? Поэтому передают Барак Луфикум от Умара, Барады, Лангу, или от кого-то из праведных халифов, что он даже, когда Барак Луфикум решал вопросы, когда решал вопросы общины, пользовался ночью одними свечами, а когда решал свои личные вопросы, тушил эти свечи и зажигал свои свечи. Я не знаю, насколько достоверна эта ссора, но факт, что примерно, ну, как минимум, примерно в таком положении были праведные халифы, это то, о чем говорит шейх Вафамин, то, что не обманывали и не хитрили. И, к сожалению, в наше время люди лгут и проявляют всякие хитрости в отношении тех порядков, которые установлены в государстве. У Арашава также дают взятки друг другу. У Ахайридаликамим Мали Алику бель Акали тому подобное, что не должен делать разумный человек Фадлан аль-Муслим, не говоря уже о мусульманине. И така натид даулю куду валь-кафира ту акибу маньяху за решва. Есть всякие страны неверующих наказывают тех, кто берет взятки. В некоторых странах даже сразу расстреливают того, кто берет взятки. У Аль-Ази ю акибу маньяху за решва. Мы, мусульмане, должны знать, то есть в Китае казнят за взятку. Если кто-то, человек, какой-то мусульманин будет работать в Китае, будет бояться правителя, поэтому будет невзятку. Так, Субханаллах, хорошо, у тебя правитель сейчас не китайец. У тебя же, Субханаллах, есть Господь, твой творец. Тот, кто наказывает за взятку, это кто? Всевышний Аллах. Мы верим в Аллаха и в то, что пришло на языке пророк. Ведь пророк сказал, что Всевышний Аллах проклял того, кто дает взятки и того, кто берет взятки. И наказание Аллаха намного сильнее, чем наказание людей. Также мы видим, как люди обманывают свое правительство, то есть ответственные какие-то органы. Тут говорит шейх Барак Луфикум об определенных сделках или операциях, или же махинациях, которые делают некоторые люди в Саудии. То есть под именем чьи-то, допустим, какие-то посевы он говорит, преподносит, как допустим, ну с какой-то целью. Аллах Алим, с какой целью я не знаю, просто подробности. Видать, те люди, к которым шейх Уфаймин обращался, знают, о чем идет речь. Однако он делает ради этого своей пользы, и чтобы на этом заработать. Иногда бывает страна, я пока так дословно переведу, а бывает страна получает какое-то, допустим, семена. Но при этом человек оставляет только один диргам у этого государства. В общем, какой-то сделки делает, обманывает государство. Как в наше время Бараклуфикум государственные тендеры, гостендеры. Например, государство объявляет какой-то тендер, например, на выполнение каких-то определенных услуг. И приходят какие-то мусульмане, которые, как говорится, выигрывают эти тендеры. И при этом они прекрасно знают, что они обманывают государство. То есть, имеется в виду, не поступает искренне. Не поступает искренне со своим правителем. Что значит не поступает искренне со своим правителем? Самый простой, допустим, например, пример. Разыгрывается тендер Бараклуфикум для того, чтобы построить школу. Для того, чтобы построить школу. И приходят какие-то мусульмане и говорят, давайте мы этот тендер возьмем себе. Мы построим школу. Валлахе, если ты эту мусульманину, и он, допустим, преподносит какой-то план там и так далее, и так далее, строит эту школу и берет, ну, допустим, школу, этот, допустим, дал миллиард. Государство дало миллиард на постройку от школы. А он построил это, допустим, за 500 тысяч. И 500 тысяч ложит себе в карман. И если ты ему задашь вопрос, брат, у меня к тебе вопрос. Ты хочешь построить частную школу? Ты хочешь построить частную школу, чтобы ты был ее хозяином? И ты готов заплатить рабочим 1 миллиард доллар, чтобы они построили эту школу тебе. И вот если они построят таким качеством, как ты построил для государства, ты будешь доволен? Нет? Если ты говоришь, да, проблем нет, потому что я знаю, за 500 тысяч я ее на 100% качественно построил. Все, проблем нет тебе, претензий. А если же ты скажешь, Аллах-то знает, какой на самом деле ответ твоей душе. Если скажешь, да нет, конечно, брат, я самые дешевые материалы покупал. Самые некачественные материалы у нас школу строят, на следующий год начинает штукатурка сыпаться. Через 2 года начинает кафель сыпаться. Через 3 года трещины по стенам пошли. Обычно же так бывает. Вот об этом или о подобных вещах говорит шейху Фамин Бараку Луфик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok